16 мая прогулка началась вернулся я на родину на родину любимую и лучше моей родины не надо ничего да как говорится погулял я через москву владимир заехал удивеева окунулся возвращался домой заехал за доск окунулся хорошо так сказать предыстория плохо что жужжать жужжалки жужжалки жужжат фон такой создает неприятный пушечки повылазили маленькие маленькие несмышленые вот так вот попадает под колеса или еще под что-либо ну что рассказать я думаю о своем как бы сказать самосовершенстве которая как-то возможно и вас к чему-то подтолкнет в основе всего лежит мыслительный процесс мыслительный и далее уже пошло 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 ну вот я прогуливаюсь уже так регулярно наверно вот вот 3 наверно пошел как я начал ходить вчера я посмотрел фильм продала и ламу вот как раз там наша съемочная группа посетила дала и ламу это не так то просто кстати замечу и я был в гималаях в том городе и посетил резиденцию дала и ламы немножко покрутил барабаны посмотрел что и как это было 2004 год интересно все это посмотреть а так вот они снимали далай ламу 14 и там показывают разные его моменты жизни а именно показывают белую дорожку и на это беговые дорожечки далай ламу как говорится будь добр таким довольно таки быстрым шагом или можно сказать медленным бегом но это где-то больше напоминает бег трусцой ну быстрый шаг вот он определенное время где-то с утра дал нагрузочку далее вечерочка тоже нагрузочка у него такая вот поэтому важно это регулярность вот я думаю но так как бы сказать уже упирается опять таки я все вам рассказываю о том что любое дело это прежде всего сама организация и дисциплина то есть важно свою жизнь так организовать и далее придерживается этого режима чтобы он как-то но будет не мешал вашей жизни потому что бывает так что здоровый образ жизни начинает надоедать потому что человек уделяет ему чрезмерно много внимания это уже начинает обременять а а вот искусство жизни таково что так его встроить свой ежедневный жизненный ритм чтобы вам это было комфортно удобно и вот далай-лама как-то все это дело по-своему организовал человек несомненно весьма интересен я узнаю о нем побольше информации очень интересен да у него свой распорядок дня ну вот что касается что касается будет ходьбы а то некоторые спрашивают отчеты там не бегаешь надо бы бегать а я уже ответил что да можно бегать если вы выдержите и главное чтобы это все у вас было регулярно как правило от бега человеку стоит больше труднее выбрать после этого как-то время а тут дай бог на ходьбе удержаться главное и делать регулярно и она начинает приносить то что она должна приносить и кстати теперь мы подходим с другой позиции ходьбе вот мы вошли в эту жизнь вот она тут но вы видите видите тут какая у меня она красивая жизнь птички поют я иду древца тут бывает даже белки бегают фазаны крякают то есть естественная жизнь человека в очень далекие времена очень 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 за несколько так сказать тысяч лет до настоящего момента она была вот примерно такая человек не был обременен никакими материальными излишествами он не думал о том как заработать деньги вот он мир вот он мир можно так сказать ничем мир вот ты ходишь и кормишься что-то там нашел что-то там догнал жилище строил там легко и просто да и климат такой подбирал чтоб он был приемлемые особо не ниже такой жесткий холодные но тем не менее холодно можно было жить приспосабливаясь то есть образ жизни который сформировал человека таким как мы его сейчас знаем двуногим двуруким с головой он сформировал человека давным-давно и приспособил его именно к такой неспешной ходьбе ну когда надо рвануть на час рванешь там кормился значит собирательством там охота рыболовство насколько там это потом удавалось то есть было постоянное движение свежий воздух эти факторы именно сформировали человека и приспособили его для того чтобы он жил в этих условиях современные же условия как мы видим далеки именно от того что было задумано природой для того чтобы человек нормально ходил существовал не было такой дикой конкуренции не было такого понятия как деньги вот работа слова работа от слова раб раб работает то есть в основном работа у нас сейчас в основном у людей сидячие вот они где-то сидят либо стоят и в основном чем-то торговлю торговли тоже не было в те далекие очень далекие времена не было особо и преступности потому что родовой строй жили родом все друг друга знали как 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 обманывать скученность была небольшая поэтому инфекционных болезней особо не было сейчас из этой скученности инфекции разного рода то есть здесь скученность там начинается неправильная неправильная как бы сказать атмосфера то есть слишком много накапливается разного рода выделений из тел в виде запаха и прочего 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 который начинает вот это все это место где скученность уже как-то делать непригодные особо для здоровья вот преступности не было друг друга знали поэтому поэтому знаете как бы сказать вот обмануть родственника но уже как-то не это непорядочно было особо преступности не было тем более построенной именно на корыстных интересах племя жилу на виду и так далее не было вот этих психо эмоциональных встрясок которые настоящий момент заполнили заполнили всю человеческую цивилизацию так скажем вот это вот слово цивилизация некая разумно знаете вот это вот преподносится что-то такое достижение на самом деле вы только вдумайтесь вот эта цивилизация которую мы застали в которой мы живем и которую мы поддерживаем она просто ненавидит людей она ненавидит и вы подумайте что я тут как-то зущаю краски или там подвинулся рассудком обратитесь накапливается вооружение накапливается там говорит все эти там военные дела все более более изощренные и ждется лишь удачный момент когда можно напасть ну как это сделали цивилизованная европа в сорок первом году на нашу страну неожиданно прикрываясь законом о мире дружбе сотрудничестве то же время готовилась стереть с лица земли славянскую бумагарить народность чтобы она не было вот то есть вот это вот общество которое есть цивилизация она просто ненавидит ненавидит понимаете человека так что можете подумать сами над этим то есть думайте мыслите далее чтоб я бы чтобы я взял бы из далай ламы 14 хотя это было давным-давно известно что мы вот меряем время будущее прошлое тут вот вот сейчас вот вроде как настоящий момент между прошлым и будущим который сразу же становится уже из будущего переходит в прошлое ну ладно то есть время как бы мы там что-то там отмеряем что-то все меняется все меняется было одно потом там другое человек относился к так друг другу планете какие-то законы были так далее потом все это там поменялось на нашей памяти это был царской строй который как-то устоялся народ там нашел свою нишу чем там заниматься одни там крестьянство ли другие там помещиками были третьи там работали четверто там еще что-то там делали вроде все устоялось хоп возник значит советский строй сколько там на 72 года продержался вроде бы хорошие такие вещи мир дружба равенства землю крестьянам завода рабочим кто там а власть советом советом понимаете все это поработала поработала 72 года и благополучно развалилась то есть те люди которые думали потом поддерживали потом их не дети внуки внуки дети и они уже как бы сказали в потеряли те ценности идеалы все там так общество развалилась сейчас опять у нас такой какой-то какой-то переходный период дикого капитализма дичайшего что-то пытаются сделать а народ народу дали возможность а можете заработать на том на сём и пошло поехало а на ком заработать заработать можно только на себе подобном даже те же полезные ископаемые там вас нефть и так далее в конце концов их кому-то надо продать то есть человечество взаимодействует между собой ну и вот отрезки времени отрезки времени отрезки времени тут мы подходим к очень интересным вещам отрезки времени значит вот измеряется у нас ну день ночь как влияет значит смена дня и ночи светлое время она видите бывает утреннее светлое время когда там еще можно быть прохладно там когда как бы сказать одни процессы в природе в природе одни процессы энергетические процессы в полдень б busted так скаканем чтоб явно все это было в полдень у нас другие энергетические процессы которые влияют на то что происходит на поверхности планеты земли и естественно отражается и на живущих на поверхности планеты земли Вечером другие, ночью совершенно иные То есть живая жизнь подчиняется ритму смены дня и ночи Далее, и потихонечку этот процесс в течение года Также меняется Мы переходим от холодного времени года к теплому времени года То есть через зиму к лету Изменения, чувствуете? Идут Естественно, это там сказывается как-то на нас По-всякому я не буду углубляться Влияет на наше сознание Вот запомню такую вещь Влияет на наше сознание Каждый это ощущает А вот существуют циклы Когда, смотрите, солнечная система Делает круг по галактике Это огромные-огромные отрезки времени И естественно, она проходит через свои полюса И вся эта энергетика, которая действует уже в галактике И наша солнечная система входит в тот или иной сектор галактики Получает свое энергетическое воздействие Которое в том числе Меняет жизненные процессы на планете Земля И в том числе и сознание человека И вот из-за этого происходит смена там по-индусски юг Там такая-то юга была То есть их четыре всего Такая-то, такая-то И мы оказывается сейчас в самой неблагоприятной Кали-юге находимся Когда вот эти перемены Все это дело, знаете Что-то должно, грубо говоря, поломаться Новое создаться И пока там все это происходит Соответствующие процессы идут Как бы сказать, которые не особо благоприятны Сказываются на процветании жизни на планете Земля И особенно на сознании людей Там они Ну ладно Но Вот что подчеркнул Далай-Лама Вот Вселенная В ней так же Бум говорит Мы сейчас даже не будем брать Что Вселенная возникает А мы просто возьмем следующее Что галактики так же возникают То есть раз Вот возникла галактика Какое-то время она просуществовала Это вообще там какие-то там миллиарды лет Она потом исчезла Видите, как бывает И если вот как раз Я подошел К таким знаниям Которым Каждый человек Как бы сказать Он должен К ним созреть Подготовиться Для того, чтобы Начать их воспринимать А именно Вот что там Что допустим Так В книге я Так вычитал Эзотерическое Целительство Значит Что До Нашей Солнечной системы Существовала Другая Солнечная система После этой Солнечной системы Будет там еще Существовать Там Солнечная система И Как вот Предыдущая была Не совсем Совершенна В каком плане Не совсем Совершенна Ну Она развивалась Во Вселенной Все развивается И Теперь смотрите Как В той Солнечной системе Были Свои Ну будем так Сказать Боги Так и в этой Солнечной системе Есть Свои Боги Как в той Они были Не совсем Совершенны Так и в этой Они не совсем Совершенны Это Не я говорю А я Повторяю то Что Я Прочитал В этой книге Затерийское Целительство О какой поворот Да Поэтому То что мы думаем Вот Сейчас Существует И что Для нас Очень важно На самом деле Так же Движется По пути Эволюционного Развития С целью Стать Более Совершенным Нежели Нежели Было Точно так же И человек Развивается И должен Развиваться Аналогично Вселенной Аналогично Солнечной системе Все это происходит Все это происходит Вместе Солнечной системой Вместе С Вселенной И вот И вот тут Выходит Такое Понятие Как Череда Перерождений Одна Жизнь Сменяет Другую Жизнь И так далее И так далее И так далее В каждой Жизни Человек Получает Какой-то Там Свой Опыт Получает Какие-то Завязки С другими Людьми Берет На себя Какую-то Ответственность Делает Какие-то Поступки Которые Потом Сказываются В следующем Воплощении Скажем так Правильно То есть Вот Если взять Меня То В данный Момент Я пожинаю Плоды Того Что Я там Сделал В прошлых Жизнях С кем-то Я встречаюсь Именно С вот этим Человеком А не с тем С кем-то У меня Семья С кем-то Я там Гуляю С кем-то Я там Работаю С кем-то Я там Встречаюсь С кем-то Я еще Что-то 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 Та-та-та-та-та То есть Это Это было Предопределено Прежними Моими Воплощениями В которых Я сделал И каждый Из нас Сделал Те или иные Поступки И дела Так скажем И вы знаете Вот Вот Исходя Из этих Позиций Исходя Из этих Позиций Рассматривается Болезнь Несколько В ином Свете А именно Ну тут Надо правильно Понимать Что Болезнь Может быть Как Искупительный Процесс За Те дела И поступки Которые Были совершены Мною Ранее То есть Надо Отстрадать Одно Дело Тут Ну будем Говорит Заболеть Там И излечиться А другое Дело Болезнь Принимает Такие Формы В которых Человек Должен Отстрадать Вот такой Поворот Интересный Опять таки Это В эзотерическом Целительстве Так это Упор Большой Довольно таки Делается Можно Это Было Бы Вот Знаете Я Не хочу Сказать Что я Как-то Это Принимаю Или Как-то Я Сомневаюсь Нет Я Стараюсь Этому Найти Какое-то Обоснование Вот Найти Подтверждение Этому Чтобы Понять Это Это Ложное Или Это Реально И Вот У меня Такая Мысль Была Что Вот Святые Люди Ведя Праведную Жизнь Они Не должны Болеть Праведная Жизнь Вот В нашем Понятии Это Значит Вот Человек Настолько Будем Говорить И Богом Там Поддерживается И Впрочем Там Силами И Вообще Так Ведет Свою Жизнь Что Он Не должен Болеть Но Если Обращаемся К Истории К Практике Ничего Подобного Святые Болеют И Что Мне Особо Врезалась В память Значит Был Такой Святой Который Чуть ли Уже Не С детства Был Прикован Или С юности Прикован К К Кровати То есть Лежачий Больной При этом Он Уже Попросил Одного Монаха Сам Он был Монахом Попросил Монаха Чтоб Тот За ним Ухаживал А Монах Этот Который Ухаживал Был Больной Ну Чем-то Таким Но Ходячий И Он Говорит Я Буду За Тебя Молиться И Ты Только За Мною Ухаживай И Ты Будешь Здоровый Он Значит Молился Этот Выздоровел Монах От Него Ушел И Опять Заболел Ага Вернулся Значит Этот Лежачий За него Опять Сказал Смотри Давай Молись Но Так сказать Немножко Растекаемся По Древу Что Этому Лежачему Монаху Святому Было Сказано Как Только Ты Выздоровеешь Пройдет Три Дня И Ты Умрешь То Есть Вот Это Лежачая Болезнь Лежачие Такие Страдания Немощи Вот Сейчас Становится Понятно То есть Это Была Отработка За Прежние Жизни Что Там Он Сделал Такое Что Он Должен Был Вот Такую Болезнью Отработать И То Что Нам Преподносится Болезнь Как Вот Плохая Вещь И Мы Пытаемся От нее Там Избавиться На самом Деле Я Говорю Конечно Не Не все Болезни А Определенная Болезнь Есть Своего Рода Отработка И Концепция Одной Жизни А все Разные Вот Сейчас Она Бытует Что Будем Говорить За смертью Там Ничего Нет А Вот Другие Говорят Что Как Ночь Сменяет День Так Одна Жизнь Сменяет Другую Идет Такой Интересный Процесс Много Книг Причем Книг Таких Трудных Для Понимания Таких Как Тайная Доктрина Елены Блаватской Других И В то же Время Есть Более Там Простые Книги Как Просто Напросто Там Жизнь После Жизни Там Что-то Там Такое Или Жизнь После Смерти Разных Авторов Которые Просто Там Говорят Вот Так Это Жил Потом Он Чувствует И Все Не Вдаваясь В Особо Рассуждения Я Не Говорю Что Все Это Что-то Правда И так Далее Но Это Наводит На Размышления На Размышления А Так Ли Мы Живем А Это Вот Для Чего А Это Для Того Вот Даже Вот Эти Белые Пятна У Меня Которые Я Получил Семь Лет Попал Под Машину Из-за Того Что Просто Испугался Самого Процесса Вот Это Попадание Под Машину Так Согласно Перетрухнуло Своего рода Испуг Был И в 9 лет Я уже Много Об этом Рассказывал Мне Вылили Испуг Бабушка Вылила Испуг И вот Как только Она Вылила Этот Испуг И я Увидел Что они Сошли Я Ночью Испугался Свою Собственную Бабушку И Не Появились Вновь И я Понял Лично Для Себя Что Тут Дело Не В Медикаментозном Лечении А Именно В Изъятии Ну Будем Говорить Я Б Не Сказал Даже Что Сгустков Информации А Выравнивание Выравнивание Потоков Энергии В Эфирном Теле То есть Эмоции Вызвали Будем Говорить Изменения В Эфирном Теле Что Она Как бы Сказать Где-то Там Свернулась В основном Свернулась Где Мы Видим Она Свернулась Вот В Суставах То есть На суставах Там Где Есть Движение И Вот Здесь Все Это Как-то Проявилось И Будем Говорить Вот Сейчас Я Начинаю Понимать Я Вот Как бы Стремился Ну Где-то С юности Можно Так сказать К идеальному Телу К Идеальной Там Красоте Таким Вот Понятием Ага А И Не хочу Сказать Что Подмечал Это У Других Какие-то Там Изъяны В Их Внешнем Обличии В Форме И Думал Как бы Устранить Можно А Это Как бы Сказать Так Даже Жить Нельзя С Такими Вещами И Вот Как бы Сказать Чтобы Вот Этот Изъян Который У меня Имеется Насчет Идеального Тела Идеального Организма Проработался И Приобрел Совершенно Иные Ну Будем Говорить Понятия Вот Вот Это Вот Болезнь Я Я Думал Там И Голодом Сорокасуточным Это Дело Решить Нет Я Теперь Где-то Понимаю Что Это Как раз Идет Своего Рода Отработка И Спасибо Что Лишь Она Такая А не Более Какая-то Серьезная С Увечьями Или Еще Там Чем-то Таким Для того Чтобы Изменилось Мое Сознание Чтобы Оно Стало Работать Совершенно По-другому Как Вам Такой Поворот Да Есть Такие Заболевания Которые Возникают Вот Неправильный Образ Жизни А есть Такие Заболевания Которые Возникают Как Я Уже Понимаю Как Следствие Того Что Накосячил Раньше Добро Здоровица Вот Вот так и хочется сказать Что значит слово Красота Оно умещает Все благое В нем есть Любовь и доброта Что Отделившись От Творца Нам Душу радует С тобою Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете Посетить Бесплатно Мою авторскую Библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровьица И до новых Встреч Библиотеку Библиотеку